Я сейчас просто в шоке, в шоке, в шоке, в шоке, сейчас вам покажу. Сходила к доктору, к зубному. Я просто, я в таком шоке, вы не представляете. Я пришла к ней, я говорю, как? Как такое возможно? Машины люди покупают на эти деньги. Я за такие деньги могу прилететь в Россию, остановиться в 50-м отеле, сделать зубы, есть каждый день черную икру и ездить на Rolls-Royce до клиники и обратно. Для меня это просто, я вообще, я. Привет, мои дорогие. Мне нужно было выйти, пройтись и успокоиться, прежде чем рассказать вам то, что сейчас произошло, потому что я до сих пор в шоке, меня аж трясет. Я вообще, я буду все. Короче, рассказываю. У меня зуб разрушился, можно так сказать, и они отправили меня к врачу здесь, в Швейцарии. Он сам уже ходил, и я вам рассказывала, что ему два зуба удалили за тысячу евро. Я, в принципе, думала, что будет тот еще. Трындец, но не ждал, что настолько. Успокаиваю себя, успокаиваю, успокаиваю, все мы не гуляем, успокаиваю себя. Потому что у меня сейчас дома было просто... Все, море, ты вся испачкалась. У нас, кстати, Амели начала ходить. Кто видел в Инстаграме, показывала вам в сторис первые шаги. Хоть какое-то, счастье мое. Счастье мое маленькое. Страховку мы здесь платим по 500 евро с человека в месяц. И в эту замечательную страховку входит все, вплоть до того, что если там у тебя нужно будет транспортировать на вертолете в Нью-Йорк, то они это все сделают. Но туда не входят замечательные зубы. Прихожу я к зубному, а у меня, как и у большинства, видимо, русских детей 90-х, безумная боязнь зубных врачей просто до трясучки. Потому что я до сих пор помню, как мне ставили мышьяк на сутки, и какая-то была адская боль. Так, а меня здесь мы даже не посидим с вами, потому что у нас пришел только дождь. Значит, у меня была всегда безумная боязнь зубных врачей, просто безумнейшая. И у меня всегда слезы, сопли, и все просто, как только прихожу. Слава богу, лет 10 назад я попала в замечательную мою любимую клинику. Кстати, не реклама в Калининграде, я знаю, что многие меня смотрят. Клиника «Улыбка» называется, потому что там вся семья, я их очень давно знаю, и они вот там ко мне относятся. Но настолько, вот вы знаете, мне нужно, чтобы меня по головке погладили, тысячу раз сказали, что будет не больно, как комарик укусит. И подали салфеточку, когда я сопли на кулакму наматываю. В общем, моя любимая клиника, прям вообще любимая-любимая. И вот, я понимаю, что я уже не могу никак прилететь в Россию, уже сколько, да. То есть мы собирались прилететь с Амели вместе, да. Но меня, кстати, спрашивают, почему ты не можешь прилететь в Россию, когда для граждан России уже открыта граница. Потому что у меня у дочки нет российского гражданства. Она гражданка Швейцарии, и чтобы сделать гражданство, мы просто месяцев пять с этим возились только ради гражданства. А сейчас нужно столько же еще насчет паспорта. Я уже пожалела сто пятьсот раз, что мы это гражданство стали делать. Так вот, и поэтому у Амели только швейцарский паспорт, и только швейцарский паспорт, но визу, следовательно, сейчас никому не делают. Потому что границы закрыты для других граждан, да. Эня записала меня в клинику здесь, куда он сам ходил. И прихожу я туда. Во-первых, тут куча кипа бумаг запомнила. Запомнила просто нереальнейшее количество. Там начинают стандартных, которые, я думаю, везде в каждой клинике делают, там, чем болели и так далее, и тому подобное. Вплоть до того, что есть ли у вас такое заболевание, что вы внезапно засыпаете. И при каких ситуациях у вас... Очень там холодно, у меня рука замерзла. Сейчас, думаю, придет и расскажу. Пришлось ребенку включить мультик, чтобы с вами нормально можно было поговорить. Так вот, я туда, когда я пришла, заполнила все документы. Как вообще все проходит, когда здесь во время вируса ты ходишь в стоматологическую клинику? После заполнения документов ты дезинфицируешь руки, потом встаешь и тебе дезинфицируют всю одежду. То есть тебе так прям проходят, как будто краска из баллончика. И все, ты заходишь, садишься. Значит, когда я села, меня не стали ничего спрашивать, я показала зуб, который у меня разрушен. В общем, пока я там сидела, тряслась, опять уже со слезами на глазах. Пришел доктор. Доктор был такой серьезный мужик, который со мной, конечно же, не стал сюсюкаться, как со мной сюсюкались в Калининграде. Он все по-серьезному. Так, что болит? Открой. Смотрит. Не закрывай. Короче, вопросов никаких. Сказал, пойдем делать снимок полностью всей челюсти. Мы пошли, мне сделали сразу же снимок, не спрашивали меня, нужный мне этот снимок или нет, сделали мне этот снимок. Потом мне сделали еще два снимка, как я поняла, просто отдельно зуба. И он мне говорит, тебе нужно удалять нервы и ставить коронку. То есть зуб разрушен, нужно удалять, чистить и ставить коронку. Плюс тебе нужно еще сделать чистку верхней челюсти с анестезией, нижней челюсти с анестезией. И там посмотрим, может быть, еще что-то понадобится. Он меня уже побаливал иногда. И я боялась, что сейчас все, скоро прорвет плотину и будет полный пипец. Потому что зубную боль я терпеть категорически не могу. Он мне говорит, иди на рецепцию, буду тебя рассчитывать и будем заставлять план лечения. Там тебе все расскажут, как раз когда в следующий раз приходишь. Знаете, сколько мне посчитали за 10 минут общения с доктором и 3 снимка, которых я не просила. Я вам лучше покажу. 300 евро. Здесь написано, значит, что это две радиографии и ортопантомография и консультация. Вот. Все это стоит 300 евро. Идем дальше. Амелина! И тут мне доктор говорит, если что, если ты хочешь, у меня вторая моя доктор, которая в этой клинике работает, она сейчас свободна. Она тебе может удалить нервы сегодня уже начать, а потом мы постепенно будем это все делать. Я думаю, блин, ну я что, зря 3 новопосита выпила, которые случайно нашла и берегла, да, именно такого случая. Говорю, ну давайте посмотрим, может быть, сегодня и начнем что-то делать. Но слава богу, что я посмотрела, что мне там считают. Итак, сейчас я найду барабанную дробь, чтобы поставить для красоты момента. В общем, все вместе за один, один, один зуб. Три тысячи четыреста евро. Три тысячи четыреста евро. Три тысячи четыреста евро за один зуб. У меня просто, у меня просто пошел пар, мне кажется, из ушей. Я вот так вот смотрела, и она мне считает, читает, читает. Потом дает эту бумажечку. Ну, как бы сейчас франки и евро, по-моему, франк, один евро это 1,07 или 1,05 франков. Ну, в общем, они очень-очень рядышком. Вот, то есть, если мы берем все вместе за один зуб, за один зуб, мне насчитали триста, три тысячи шестьсот, да? За один зуб, три тысячи семьсот. Я, главное, смотрю на это все. Она такая, ну, вот эта цена. Я такая, это за один зуб? Она говорит, ну да, за один. Я говорю, это за один зуб? Она такая, ну да, но это Швейцария. И я, короче, я говорю, вы знаете, мне нужно с мужем посоветоваться, потому что для меня это очень неожиданная сумма. Вот, и я ей там, все, мы вам на следующей неделе позвоним, скажем точно. Фигушки, вы с ума сошли, вы с ума сошли. В общем, я сразу же написала моему доктору в Калининград. И я говорю, Никит, как, сколько будет стоить? Потому что я стала просто прикидывать, сколько мне будет стоить сейчас перелет, полететь в Россию и сделать... Что делать? И сделать зубы в России. Вот. Короче, я честно, я честно, я просто этого не ожидала. Я слышала, что сумасшедшие деньги на зубы тратить, но я просто этого не ожидала. Вообще, вообще, ну как так можно? Я разговариваю с мужем потом, он говорит, ну да, здесь очень многие берут кредит. И она мне сказала, она говорит, вы можете тысячу сейчас заплатить, а потом в кредит еще все выплачивать. То есть люди, у которых заработок здесь... Так, я не решила, что нафиг это все, клиника с бумажками. Ну, даже для нас, у нас работает только не... Для нас это сумма, ну, не просто ее вот так вот взять и выложить просто, вот, знаете, потому что зуб заболел. Поэтому сейчас я смотрю перелеты. Думаю насчет ковида, как это все сделать, потому что ждать нельзя. И, блин, платить... И это, понимаете, это только начало. А плюс еще вот эту вот чистку, которую они мне посчитают. А плюс у меня еще один зуб побаливает. То есть все вместе мне, если я сейчас здесь делаю парочку зубов и чистку, ну, мне это все выйдет в тысяч пять, не меньше. Просто сто процентов. Поэтому... Ну, это жесть. Это жесть. Это жесть. Это жесть. Вот, поэтому, наверное, полечу в Россию. Не знаю. Сейчас буду смотреть перелет, сейчас буду все думать, сейчас буду все взвешивать. Потому что скоро Рождество, Новый год. И, конечно же, хочется с семьей провести. И я не знаю, как я Амеле оставлю. Я просто не знаю, как я... Ну, а, конечно, ее с собой я брать никак не могу, потому что у нее нет российского паспорта, нет российского гражданства. Все, не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал, потому что скоро будет розыгрыш призов именно для подписчиков моего канала. И не забывайте поставить лайк, если вы так же в шоке от этого всего просто. И я вас обнимаю. Я вам желаю прекраснейшего дня. Берегите себя, берегите ваши зубки. И пока-пока. Мне еще дали, конечно же, подарочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!